Со слезами на глазах о своем муже, заслуженном художнике России Вячеславе Герасимове, вспоминает вдова Ирина Карпова на открытии мемориальной доски, посвященной ее супругу. Герасимов Карпову рисовал несколько раз. Все потому, что любимая женщина была главным цензором его работ. Иногда мастер прислушивался к мнению супруги. Он считал, что профессия художника важнее, чем профессия врача. Я с этим не была согласна. На этой почве у нас, так сказать, бывали разговоры суровые. Вообще он был суровый, но с виду, а вообще-то в душе ранимый очень. Штука пять ты написал? Я не все принимала. Например, один он портрет изорвал, он еще только рисунок сделал. Я говорю, нет, мне не нравится. Он прямо шшшш. Ну это на заре наших отношений было. Как это так, я не принимаю, понимаете? Ну как это так, великого такого художника, а я вдруг вот не принимаю. Мемориальную доску художнику Герасимову открыли на фасаде дома по улице Молодогвардейской, 211. На последнем этаже была его творческая мастерская. Здесь он работал и встречался с друзьями. Это и научные работники, и работники культуры, искусства. Просто люди, к примеру, там, автогонщики знаменитые. И, в общем, всегда и каждый светился огонь допоздна в этом доме. И Герасимов Вячеслав Дмитриевич, он умел объединять людей. Потому что мы все понимали, что когда он общается, у него в голове какие-то образы все время такие новые. Он был еще лириком. Он очень хорошо писал портреты любимых женщин, любимых людей. И он улавливал нерв человека и выражал его на холсте. Вячеслав Герасимов создавал облик Самары. Коллеги и друзья называют его не иначе, как самарский Леонардо да Винчи. Его монументальные работы можно увидеть в метро, в ЗАГСе и в других знаковых местах города. Это художник раздроссторонний. Настолько, что трудно описать все его проявления как художника в разных формах, в разных стилях, в материале. И это множество монументальных полотен художественных. Это множество монументальных и мозаик, и витражей. И город в свое время преобразился благодаря этому человеку. Самару потеряла художника два года назад, но город помнит о выдающемся мастере. Благодаря общим усилиям Союза художников России, губернатора, депутатского корпуса, городской администрации, сегодня открыли мемориальную доску Вячеславу Герасимову. Память о нем живет. Я думаю, что мы сегодня открыли такую прекрасную работу, тоже художественную. Это говорит о том, что он в наших сердцах, и горожане его будут всегда помнить. Мы все очень хорошо знали, уважали Вячеслава Дмитриевича, и светлая память о нем хранится в наших сердцах. Ну и, конечно, светлая память о великом мастере хранится и в сердцах всех самарцев, для которых работы мастера стали неотъемлемой частью нашего любимого города. Друзья и коллеги Герасимову признаются, жизнетворчество для него были понятия неразделимые. Своё отношение к делу он передал своим молодым коллегам. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.